СДЕЛАНО В ВЯТКИ 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 СДЕЛАНО В ВВЕТКИ ТЕЛАНО В ВЯТКИ В их условиях ее бойкотировали целые 65 государств, естественно, США, Западная Германия, Япония. Вообще под вопросом был сам термин, Олимпиада. Хорошо хоть назвали, а то были игры доброй воли. Это потом, а не чуть позже появились игры доброй воли. Вот как раз я почему-то с сценария начал. Решение о бойкоте было объявлено еще в январе. В том числе Джуми Картер объявил о том, что в связи с вводом войск в Афганистан США будут бойкотировать. И после этого к его заявлению стали присоединяться партнеры Соединенных Штатов. И на самом деле в июле, ведь она началась у нас, в середине июля, до самого июля еще очень много было вопросов, будет ли она именно называться Олимпиада, сохранить ли она свой статус. Но состоялась эта команда СССР, тогда завоевала 80 золотых медалей. Я думаю, что эти медали были честные тогда, хотя и пробы допинговые, я полагаю, что были. Были тогда очень жесткие пробы. Ну вот вместо иммунизма Олимпиада прошла. И в принципе, да, смотрели, жаркие дни были, смотрели от и до. То есть это первый раз за всю историю в СССР это было событием. Ну, румя, пепси, румя, ап, стали появляться товары где-то за год, стали появляться товары с Олимпийской символей. И вот фотоаппараты, магнитофоны, и это лон, и все. Они, в принципе, ничем не отличались, хотя говорили, что они стоили в полтора-два раза дороже, но по большому счету записали, что они... Продажа символики, она всегда предполагает некую получение. Особо качественный сбор, и там, и все. Ну, вот те же зениты у меня где-то есть несколько вещей. Я же рассказывал, Жень, мы как раз работали в армии на фарфоровом заводе, делали сервизы олимпийские. Их делали не из какого-то особого фарфора. Это просто вот эти, это пойдет туда, а сюда лепим такую картинку, а сюда лепим мишку олимпийскую. То есть они были те же самые, но цена была в полтора раза выше на них. И самое интересное, что мы же умудрились с этого завода несколько сервизов привезти в часть, ну, провести, так сказать. Ну, сам понимаешь, вынести с территории завода, это вполне реально было в те годы. Вот, об этом узнал у нас старший офицерский состав, и у нас их все конфисковали, нас обвинили в том, что мы их расхитители, значит, ну, так, как обвинили, сказали, ребята, так нельзя, так немедленно все вернуть. Естественно, они тоже себе это все забрали. А у меня земляк был из Нововятска, он понимает, что он еще в городе, Богданович, мы-то все повезли в часть в сумочках, он взял и почтой отправил. Мы еще смеялись, ты что, фарфор почтой, он же там разобьется весь. Он был единственным человеком, у которого в итоге сохранился этот сервиз, потому что он по почте дошел, и у нас у всех все отобрали. Но это как раз к тому, что на самом деле это было то же самое изделие. У меня мысль была тоже из армии, ну, это был 78-й год почтой что-то прислать, но у нас даже почты не было на наших отшибах, на монгольской границе. Вот, ну, товары, в принципе, сохранились, сейчас являются предметом коллекционирования с символом Олимпийской. А сколько лет прошло? Второе по значимости события, это, конечно, война в Афганистане. СССР получил свой Вьетнам, хотя, в принципе, первые боевые соединения вошли еще в конце 79-го года, но вот основная эспансия началась в 80-м году. Причем армия была абсолютно неподготовленная для боевых действий в горной и жарной местности. По большому счету ведь образ солдата СССР, он мало отличался от солдата времен Второй мировой войны. Вот гимнастерка была не на трех пуговицах, а расстегивалась до конца, чтобы в случае ядерного заражения быстро ее снимать. А те же эти бриджи, сапоги ирзовые, там, телогрей и все прочее, ну, не было. Поэтому вот 80-й год, это появление новой формы, она была еще не массовой. Вначале ее называли «Эспериментал», а потом ее называли «Варшав», а потому что она была скопирована с формы войск Варшавского договора, с европейской формы. Вот это «Песчан-Афган», она стала символом Афганистана, ну, хотя она тоже не была идеальной, но армия стала смотреться хотя бы современнее. Тем не менее, вот сейчас читаешь воспоминания, все равно тут много чего не хватало. Люди, солдаты шили себе разгрузки из любого подручного материала, выбрасывали ирзовые сапоги, которые еще массово поступали в армию, участвовали в боевых действиях, в кроссовках, в банданах, там. Много есть и документальных фильмов, и все. Ну, вот армия начала постепенно приобретать боеспособность уже. Но вся вот эта затея, она, конечно, и санксы. Тогда же ничего не говорили, про своих было много. Их ввели, да. И Олимпиада, и все. И жизнь стала заметно ухудшаться, в том числе и в Ирове. Еще эйфория полгода, может быть, до конца года оставалась, но ведь заметно было, когда стали пропадать те другие продукты. Мыло, порошок, сахар, еще что-то. Ну, надо было Брежневу уходить до 80-го. До 79-го даже, я бы сказал, да. Это решение не принимать. Ну, кроме этого, что в мире у нас в этом году случилось? Ну, вот и японская компания Sony создала свой Oman. Это первый сетный плеер. Это получило огромное признание во всем мире. Распространение, вот шили даже жилет. И даже помню, дизайнер был в Ирове, хороший дизайнер, Виталий Ротов. Он работал на Авито и разрабатывал одежду для молодежи. И карманчик обязательно подал плеер, чтобы вот вон были. Все ходили. Ну, и сейчас ходят от телефона, но тогда же не было. Ну, не все были Sony, конечно, но тем не менее. Вот. Хотя у нас и Олимпиада, и эйфория, но в Польше в 80-м году беспорядок. Там же большая забастовка была. Забастовка, отсутствие продуктов там, в принципе. И как раз тогда ведь появилось это слово солидарность, возникли охваленцы. И, по-моему, в этом же году они даже умудрились... У нас старались эту информацию гасить, потому что нужны были радужные, и это событие... Ну, как в стране социализма, в стране, где рабочий класс вроде бы гегемон, и вдруг рабочие бастуют, это же был абсурд. Ну, все-таки большой плюс, что не ввели, ума хватило не водить войска. К примеру, в Чехослава и в 68-м году, вот поэтому Польша фактически первая стряхнула с себя, вот это социалистический флер какой-то, и пошла по своему пути развития. Ну, в 80-м году впервые Мохаммед Али проиграл бой против Ларри Холмса. При слове Ларри Холмс мне вспоминается такой довольно небосерского сложения, а американец-ученый, который приезжал к нам сюда, и входил в крестный ход, описывал... Интересно, вы его спрашивали или нет, как он победил? Изучал образование, но вот до сих пор непонятно, а он, да, Мохаммед, тут явно все-таки подкуп был какой-то... 69-летний Рональд Рейган был избран президентом США. Что тут, кто говорит, что тут какой-то старичок у нас где-то правит? 69 лет... 69 лет он стал, и смотрите, он два срока был, он себя два срока батрячком отвел, то есть у Рональда Рейгана такой запас жизненной силы-то оказался довольно большой. Ну, лучше не надо, лучше все-таки в эти годы мирно где-нибудь на даче огурчики выращивать и прочими-то ими безобидными делами заниматься. Началась и рано, и раз война, то помнят. Конечно же, без Лизии не обходилось... Ой, было много, много было и утрат, сейчас чуть позже мы к этому подойдем, и много, конечно, всего печального. Например, в Алжире было огромное землетрясение, погибло 6 тысяч человек, город Аль-Аснал был разрушен фактически до основания. Вот, в этом же году, в 80-м, была атострофа норвежской буровой платформы Аль-Асандер-Эл-Лан в Северном море. Удалось спасти 89 и выловить тела от двух погибших, а 85 буровиков пошли на дно вместе с платформой. Вот, кто помнит, такое событие довольно печальное было. А у нас тоже, вот, к сожалению, не обошлось. В нашей стране в 80-м году взрыв этого 102-М на асмодроме Плесец унес жизни более полсотни людей. Ну, по штатному расписанию находились на своих местах, выполняли операции. 141 человек, вот, непосредственно на стартовом комплексе погибли. И 43 получили ожоги, и, в принципе, часть из них спасти не удалось. Ну, тогда, конечно, и тоже, ну, сами понимаете, не было ни информации, ничего. А то вот про этот Плесец. Это сейчас информация открытая, тогда об этом молчали, безусловно. Слухи ходили ко всем. Все это не надо было перед Олимпиадой или там во время Олимпиады омрачать что-то. Поэтому все, конечно, у нас, ну, жизнь продолжалась, несмотря на войны, терраты и прочие там события. Отмечалась у нас 110-я годовщина Ленина. Ну, наверное, ну, может, и отмечалась, конечно, все это внешне выглядело помпезно, все это торжественно. Колонны дал Дома Союзов, там речи. Да, передвижениями, пионеры, эти хоры юных мальчиков пели песни, вручали там цветы членам политбюро. Ну, это вот оно уже, ну, не было такого, чтобы там душа, там, к примеру, 10-20 лет назад, чтобы у пионеров душа сжималась, и все про себя там давали клятву, что хочу я на свете жить. Вождь вели и жил, и та же в армии служить. Ленин в ней служил, но не в армии, конечно. Не важно. Да, где-то на субботнике, посвященном 110-летию годовщины, приняло участие 150 миллионов человек. У нас тоже был субботник. Вот, кстати, вот этот свер возле мэрии 50-летия СССР в 80-м году был расчищен и сделан. Ну, в 80-м году был отправлен в ссылку из Адеми Сахаров в Горь, и тогда еще не в Нижний Новгород. Вот, вот, это было связано с его резким осуждением ввода войск в Афганистан, и поэтому был отправлен, вот, потом срылась вся правда, там, его блокировали, не давали выходить, он там голодал, хотели искусственно его. В общем, много чего было, и, по-моему, квартира это было одно время мемориалом, а потом это все это сошло на нет. Но что радует, где-то сейчас в каком-то у нас законодательном собрании, по-моему, в какой-то области убрали все портреты и повесили портрет Сахарова. То есть помнят, уважают, и, в принципе, вот, были-то и события. Летом 80-го года я учился на втором Урсе в сельхоз, тогда еще институте, вот, и работал в пожарной части. Вот, помню, в начале года я новогоднюю стенгазету рисовал с этой олимпийской символией, она заняла первое место среди, по-моему, то ли пожарных частей, то ли всего МВД. Дед Мороз был в медной пожарной краске, вот, вроде было все это. Вчера прошло время, вот, а летом мы студенты, почему-то тогда студенты считались, в принципе, дешевой аропсилой, и нас, видимо, мобилизовали, то есть позвонили, сказали, надо ребят там выделить крепче. И мы копали траншею на улице Ленина, напротив центральной гостиницы, вот, где сейчас улинария, вот, этот, ну, бывший магазин и у Бовского, сейчас там тоже улинария, вот, прямо вот вдоль, видимо, то ли подтелефонный кабель, ну, там неважно, хоть спичкой копаю, но глубина нужна была определенно, асфальт, вот, все это не было, их, конечно, у нас принадлежало. Лопаты там, и, ну, тем не менее, что тут, ребята молодые, здоровые, и вот у меня, а, не могли пробить, я был на велосипеде, и послали меня куда-то там съездить этим организаторам, чтобы лом привезти, и вот я приезжаю, и никто не работает, все стоят, вот, и услышали, умер Высоцкий, все, да не может быть, да ну что, да не может, ну, никто же не знал, да. И потом, не только вот студенты, а вся остановка, там довольно много народу, вот, прямо вот, действительно, мурашки похоже, и вот почувствовали, что это правда, никто же ведь еще не видел и похороны, а это все было, почему и отчего, ну, вот, шок был огромный, это просто вот волнами, вот, энергетика, темная распространялась, вот, на людей все стояли, по-моему, даже пропускали ну, свои автобусы, да, вот, в общем-то, ну, после этого, конечно, тут уже даже к концу года количество друзей Высоцкого стало расти в геометрической прогрессии, даже у нас в Иреве я встречал-то их личных заадычных друзей, в частности, один известный был фермер такой у нас, который всегда лялся, вот, я с Семеновичем помню, вот, ну, сами понимаете, конечно, чего, ну, в принципе, ведь, ну, если представить город Ирев в 80-м году, ну, чуть-то и же мертвые эти фасады, домов, их магазинчиков, ничего не было, да и город-то заканчивался до 80-го, фактически, вот, перед железнодорожными путями на улице Воровс, именно в 80-м построили этот переезд, раньше туда попадали в те микрорайоны только 25-м автобусом, по московской, да, ехал по коммуне еще, через, да, по коммуне, потом по производственной сворачивал, там были редкие панель и хрущев, и деревянные доми, и потом ехал мимо всяких этих слобода, старых домов, и только в конце уже улицы Воровского были два зуба с редированного поля, и две общаги, там два дома рядом торчали, вот эта пустая была совершенно площадка, и вот начало было в 80-м, ну, я не знаю, там приурочили, может, столетию Ленина, там что-то, но именно построили путепровод, в принципе, хороший был такой, ну, конечно, и сейчас неплохой, мне очень, кстати, нравится, я сейчас езжу на дачу по этому новому путепроводу, правда, там что-то, говорят, затопило, но в 80-м этаже специально... Ну, затопило не путепровод, комсомольскую улицу, из-за того, что ливневка там что-то забарахлила. Вот, а тогда мы специально ездили, интересно это, что жизнь заканчивалась сразу за этим тоже путепроводом, там уже город был на вырост, там выросла примерно треть города, если не половина за этим... С того времени? ...жд-переездом, а там был техникум, или ПТУ еще даже тогда, а дальше все, пустые площади были, где вот этот автосалон, бензолон, и все, даже трудно представить, сколько всего выросло за это время. Ну, 40 лет прошло. Да, 40 лет. Ну, вот, длинные волосы уже фактически не носили, брюки, Леш, тоже отошли. Джинсы, джинсы, джинсы. Да, это был бун... ...полностью, полностью, все джинсы. Еще с манжетами, чуть не до... Олен, белые манжеты отворачивали, то есть не подшивали, вот, а мода была носили. Ну, в 80-м году все-таки у нас все силы были направлены на Олимпийский, тем не менее, в Иреве немало. Вот, кроме моста, например, был построен Грин, не построен, а отреставрирован особняк, и был открыт музей Грина. Юбилей, конечно, писателя, но собирались миру по нитке. Вот я был тоже, честно говоря, в какой-то степени причастен, потому что вот так же у меня один мой хороший товарищ, он работал в музее ситермистом, реставратором и прочее, и он там, зверсь и ругаясь, лепал какой-то жестян, оказалась сдача этого музея, он делает трубы водосточные из чего-то там старые. Слушай, Филиппович, вот у него была мастерская с заднего хода призной избы в подвал туда заход. И, Филиппович, есть шикарные трубы, я видел на магазине деревянном Порошино. Поехали, вызвали музейный автобус, у бани рванули в Порошино, а он такой был очень резко, вот такой характер человек, он тут же увидел трубы, арсивые, все в такой железных ржевах, он хотя бы на образец он составил это ящик и схватил эту трубу, принялся расшатывать. Вот, выбежали продавцы в Стреможино, у меня распоряжение там, обкома партии открыть музей, все это для... В общем, сорвали трубу, вот, можно сказать, что с моей лёхой, и вот трубы этого образца Порошинского, они висели на Гриновском музее с момента открытия, с 80-го года. А то их украл, а то их удадил. Вот нету сейчас что-то, ой, вопрос общественности. Много чего пропало, тут, я уж говорил, в прежние годы лицо деревянного дома перед Олизеем, и главное, никто ещё не может сознаться, а то упер шарнейшие чугунные литые фонари перед залом, вот, так же вот и пропали. Ну, это мелочь, конечно, но красиво же они... Ну, потом уже выяснили, что, конечно, Грин в этом доме не жил, но это так уже, это бы говорили в полголоса, открыли, открыли. Музей тоже, он имел свои, и это взлётные моменты, и вот сейчас, к сожалению, я уже могу считать, что захерел по сравнению с тем, что было раньше. Это он ещё существует, но уже другие времена, другие интересы. В этом же 80-м году в Ирове начались занятия в Ату. говорят, Новому году там снесут практически все вот эти заброшенные, разваливающиеся строения, которые-то от епархиального училища, которые от Ату. Что будет почему-то, говорят, и власти темнят, говорят, ещё вот не решено, но скорее всего, наверное, вот я полагаю, ну, что в этом месте, ну, не больницу же будет построить, жилой комплекс. Ну, насколько я знаю, там часть зданий придётся сохранить, потому что они охраняются как памятники, а часть будет снесена. Квату, Кусанты, это же для нашего города было. Евгений, я в 80-м году вернулся из срочной службы. Первое, что я сделал, пошёл в Квату и устроился там на сверхсрочную, в оркестр. Вот как раз только-только это всё начиналось. В оркестре было сначала 3 человека, я пришёл 4-м, потом ещё парочка, у нас была весёлая жизнь, я прекрасно помню. И выдали голубые петлицы. Да, хорошие голубые. Да, лётные же, лётные же. Всё-таки училище было. Форма своя, синяя такая, значит. Вот, поэтому я помню, как оно создавалось, как строилось, как там возводили эти вот для каждого нового. Там же был один батальон, ну, как бы один курс, один батальон. Потом строили другой, третий, строили тут другой, третий, четвёртый. То есть развивалось училище, прямо всё на моих глазах. Ну, к сожалению, сейчас там всё это захеряло. Ну, да, конечно, сразу себя-то ими альфа-парнями эти курсанты чувствовали, девицы там баражировали по этой улице Ирпичной. До того же, вот, всё-таки элитой в городе считался, там, и родной факультет охотоведения. И, ну, в 80-м вся эта романтика, там, песню Остра, Брезентовая, она, конечно, была, но она уже отошла на второй план, а лучше, конечно, было там. С военной, с перспективой, да, там, уехать куда-то. Как говорится, чтобы стать генеральской женой, нужно выйти замуж за лейтенанта, да? Да, и посчитаться по гарнизонам, конечно, я не знаю, было связано, не связано со вторжением в Афганистан, но многие же эти лётные борттехни, и они, вот, конечно, попали. Но красиво было это, и ребята, помню, выпускной день, когда-то это буйно проходили, потом в газетах осудили, стал, видимо, получили внушение, стали сравнее ходить, ну, я помню, даже в какой-то маршировали по городу в морской форме с Орти Эми, это классно смотрелось. Это жаль, я вот считаю, город, хоть, конечно, почему-то в обществе тотальная милитаризация, вот, а военного училища нету. Полно их-то юных пионеров в камуфляже в чёрной форме с медалями, орденами, там, с значками бегают по городу, вот, а военного училища не стало. Ну, построят, не знаю, может, назовут этот самый жилищный комплекс в Ату, там, кто сейчас вспомнит. Сделаем перерыв небольшой, а потом вернёмся. Сделано в ветке. Продолжаем наш разговор с Евгением Питуниным, руководителем Музея Вятского Госуниверситета и историком-краеведом. Мы сегодня вспоминаем 1950-й год. Тут пока шла реклама, так сказать, много личного интересного вспомнили о той жизни, потому что мы были люди довольно уже взрослые к тому времени. Он год знаков, вот, все годы на перепути, 70-е, 80-е, 90-е, вот это, годы, насыщенные событиями, тоже знал, что через два года уже начнутся, фактически в начале ад в одну сторону, потом перемены. Ну, там жили, думали, провели. В 80-м году в Ировских автобусах и троллейбусах пришли на смену кассам компостеры. Компостеры, да, да, да. И был этот талончик. Талончики по 4-5 копеек. Да, входил антролерт, а то специально, вот экономили, 4 копеек в троллейбусе, экономили, я не знаю, почему, скорее всего, не жадность, а у этого, ухарства. Принцип. и бежали там, скорее всего, успевали под носом антролера пробить. Сейчас я помню, что был музей СССР в Ирове, вот уехал в Сочи, и там эти компостеры стояли. Вот из молодежи, не все, что за машины, они так даже не догадывались. Некоторые возили с собой вот такую пачку пробитых талончиков на удачу. Ой, я сейчас найду, подожди, там, когда к нам подходит. А вдруг, оказывалось, там же не такой большой набор этих комбинаций был. Так что... В Москве один раз вот я попался, там уже были, и тоже талончик не пробил, и хорошо, что там разбор, кто-то выходил, и да он со мной, на, вот у него есть талон, есть, и мне отдал. Такое тоже бывало, да человек приходит, тебе просто талон дает все нормально. А сейчас, не знаю, сейчас, по-моему, нету этих контролеров, я вот уже, вымерли, наверное. Ты имеешь в виду кого? Которые проверяют? Иногда бывают. Бывают, что иногда выходишь где-нибудь, а там у тебя... Нет, вот сейчас не так, сейчас они в автобус заходят, проверку проводят, уходят. А раньше было, выходишь из троллейбуса, и там тебя молодой человек, ждем, ждем, ждем. И вот, если без билета, ну, попадалось пару раз, было. Компостеры ввели в 80-м. Кстати, стало довольно неудобно, потому что надо было закупать талончики заранее, их же продавали в киосках, распечатили, тогда они распечатили, с их печатью, такой отрывной книжечкой, да. Вот, одно время их продавали водители, потом почему-то перестали. Ну, отвлекаться, тоже были маршрут, и где водитель, я помню, первый маршрут, и где водитель, так же он эти билеты отрывал, еще недавно было, и у этого водителя было отрываться на это. Вот, про высот, опять же вспомню, что вот мы тогда, я говорил, уже узнали новость, но потом подтвердилось, видимо, сказали уже и по радио, скорее всего, по западным голосам, и была общага, сельхозинститута, да, она и сейчас есть, но я бы, вот возникла всеобщая, ну, помин и не помин, но вот у этого мероприятия, по памяти усоц, но вот в этой общаге, на всех этажах, там все, видимо, вытащили, ой, магнитофон был, и все врубили высоц, и до полуночи, милиция не трогала, не приходила, там, по-моему, из-за полночь, лета, открытые окна, вот пел Владимир Семенович, на весь Октябрьский проспект, и никто, в принципе, тогда не мешался, не трогал, то есть, вот была реакция тогда на главное событие, но вторая для меня по значимости, наверное, не только для меня утрата года, это, конечно, 9 октября, да, уже, но в отличие от Высоцкого, про убийство Леннона сообщили сразу, даже по телевизору. 9 октября у него день рождения, его в декабре убили 8-го. Да. Да, 8-го декабря Чепман, да, мы сообщили, только что вышел Дис Дабл Фэнтези, вот этот, после долгого перерыва, больной на голову Марк Чепман подошел, попросил автограф, потом Ада Леннон с ее возвращались вечером в студии, и три выстрела, попал в шею, в грудь, еще куда-то, и не смогли спасти, но тоже шок был, но даже вышла книга, в каком-то из толстых журналов, вот сразу повесть была, убийство на 72-й стрит, где без всяких насмешек, там и прочих, довольно грамотно, не помню сейчас автора, то это вот было, но тогда так же ставили Леннона, все сразу вытащили Бетлов, все вытащили пластин с Ленноном, ставить у францовщиков, сразу эти цены поднялись. Но грустно было, потому что до этого времени все, кто любили Битлз, все-таки надеялись, что они еще соберутся, они еще там помирятся, знаешь, все так думают, а теперь уже стало ясно, что этого не будет никогда. что-то, ой, вот год и, в принципе, события и Олимпиада, и что-то там. Так и Олимпиада, и та же смерть Высоцкого, они практически совпали, то есть он 25-го июля умер, как раз в разгаре Олимпиады. И война, и все. Многие ведь не ощутили, что, ну, там же не говорили о масштабах, вот это ограниченное контингент. Никто же не сообщал ни о тех цинковых уж горбах, которые уже полетели с той территории. Об этом не говорилось. Говорилось, что присутствует контингент, что он там делает, тоже по телевизору не сообщали, поэтому как-то не воспринимали это как такую массовую трагедию. — Понятно. Ну, жили своей жизнью. Ульт года, вот если джинсы, это ульт был летом, то зимой, конечно, ульт был уже дублен, а тогда уже, опять же, с отсылом на Брежнева. Сейчас вменили статью, наверное, за неуважение от власти, называли что-то... Ой, дубленька. — Дубленька, да, да-да-да. — Дубленька были все. Подержанные дублёнки стоили где-то рублей 600, это три хороших зарплаты, там даже больше в чижах. Вот, ой, не достать было из Афганистана. Позже, конечно, потом стали вести, пересылать вот эти длинноволосые дублён, и там и первые эти шарпы, двухсетные, и обычные магнитолы. Вот, а тогда пытались достать. Ведь даже, ну, где было, перехрашивали эти белые армейские полушубки, где-то там перекраивали, были ателье, где, в принципе, могли шить. И да, мы ходили, хоть и снизу такой густой рыжий мех, там был какой-то, похоже на собачий ата. Вот люди, то хитрее был, ездили по деревням, упали, видимо, где-то ещё могли, и это эти овечьи, шкуры, потом были несколько, их приёмных пунктов, ЧПЦ, и ещё, это же сколько надо было потратить силы времени, вот надо было сдать, их там выделывали, красили, а потом отдавали, лишить, то есть всё равно это выходили из положения, тем не менее, без дублённых уже мало кто ходил. Ещё было письмо года, вот стали, ну, они были раньше в портфеле дипломат, но к 80-му году стали появляться пластики, в том числе Олимпиаде, вот, выпустили серию, они были удобнее и практичнее, чем кожаные, они были красивые, они были с такими замочками, с крючками, с маленькими, с кодовыми и прочим, поэтому, поэтому, такой предмет вожделения, предметом вожделения, и, в принципе, на очередным объектом спекуляции для францовщиков стали вот эти портфели дипломаты, кому для чего, кого-то пластин и туда входили, вот они чем удобны, в старого образца эти, маленькие, кожаные дипломаты, диск не влезал, а в пластиковый взял, других привлекало то, что туда, к примеру, влезают 7 бутылок портфейна, 5 в ряд и 2 сверху, 2 боку, да, 2 боку, и студентам тоже было, вот, престижно, просто такой, сейчас хороший смартфон, тогда вот, с портфелем-то им это, какой-то статусный, такой, символ, был уже, фактически, вот, тоже люди стремились попасть. В этом же 80-м году, резко, ну, не знаю, с чем это было связано, были снижены цены на автомобили, отечественные. Кстати, вот, именно в 80-м, почему-то в Туле, на марш-строезаводе, был изготовлен двухместный автомобиль Чиж, на базе мотороллера Тула, вот, с двигателем этого мотороллера, но вот, к сожалению, в производство не пошел, был бы такой, вот, в Европе полно же было, после войны, таких маленьких, экономичных, даже, по-моему, где-то, где-то попалась в Париже, полиция ездила, двухместные автомобили, был бы забавный такой советский раритет, но вот не пошел, а цены были снижены, то есть, к 80-му году очереди были уже не такие, а безумные, особенно, вот, на Запорожце, Москвичи и Нивы были снижены цены, вот, и даже, мне кажется, что часть, вот, Москвичей свободно могли, через автолюбитель, упить, без всяких, там, этих, характеристик, с работы, записей, в очереди, чего-то, и в 80-м году появились, у нас же обычно, это Сибыля, Газ, Волги, Газ-24, а в этом году, видимо, был переизбыт, тем не менее, что был выпущен, трехмиллионный, в 80-м году, МОСВИЧ-2140, а сбыт-то уже был не очень, и, МОСВИЧи завезли в Тарсапар, в ИРС, и вот, а то помнят... Вот эти, которые 21-40, вот эти вот, вот эти МОСВИЧи 21-40, да, вот именно эти. МОСВИЧи 21-40, побольше, которые чуть-чуть. Правда, они, эксперимент, конечно, не уничался, потому что все-таки выносливость, живучесть у Волги была совершенно другая, и, по-моему, эти МОСВИЧи вот один, или пару лет отработали и быстро все развалились и куда-то их... Ну, нашли другое применение, видимо, просто. Тем не менее, была эпоха мотоциклов уже в 80-м году стали появляться, но об этом, наверное, в следующем году расскажем. Первые роеры тогда, еще байеры, слова не было. Было слово рокер. Да, возникла мода задирать на явах и ежах вот это. Сиденья вверх, чтобы было, и с Диемрёвым толпами кататься, поэтому дивизия там, и это были еще объединения, но это в следующем, потому что в 80-м еще. А то, конечно, вот были у нас шедевры и нематографа, это и «Пираты 20-го», это «Геранса», это «Ронгусар летучих», вот, то есть в Ирове не скучали. Зато «Совец эстрада», конечно, в 80-м году был «Антонов». Это было не самое плохое. «Антонов», но в целом измельчили... «Золотая лестница», «Зеркало», «Помни, не забывай это», везде и всюду уже из каждой щели звучал «Антонов» и «Челентано» еще. А, да-да-да, авианы столь, они измельчали, что уже просто пластин и пылились, и в «Красных морях», и все эти песни о гид и про бам, и это вальсы с резиновых сапогах, они были неактуальны. Но, кстати, «Девальд Белиси». «Девальд Белиси», где юный совсем, юный боб, то есть Герменчик Офан упал и играл лежа и полз там, ну, видимо, назад в будущее, там же прополз лежа на спине, и поэтому лауреатами не стали, но, тем не менее, даже вышло пластин, даже две. «Двойный, двойничок» пошел, да. У меня где-то они валялись, может, даже есть, но все-таки «Эгит-сезон» это двойной альбом «Флойда стена», вот, ну, «Леннон» двойная фантазия говорил, но «Стену» почему-то сочли антисоветским «ДИСМ» и на таможне, по крайней мере, если отбирали не «ДИСМ», то, точнее, «ДИСМ» и отдавали, обложку могли забрать. Или, по-моему, там «Флойды» спели, что «Рейган». Не-не-не, это не позже, про «Рейгана» они в 83-м году спели. Ну, вот уже, тем не менее. И про «Брежнева» тоже. Ну, «Машина времени» уже была известной группой. Ну, вот они как раз в Тбилиси стали вариантами. «Макаревич» уже был «Макаревичем», когда кто-то там... И самая популярная песня 80-го года это все-таки был «Поворот». Да, и была разгромная статья в «Комсомольской правде». «Рагуй и синие птицы». Да, название «Сдорское» прошмарили. И еще бум почему-то возник на вся их там эстонских и прочих певцов, то есть я пела, а не вес и ты не с мягиной. Ты не с мягиной, он пел про Олимпиаду. И я помню, что на них... Все бегут, 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 а он зеленый, и все бежали, бежали, бежали. А это Леонтьев пел. Леонтьев пел. Кстати, в 80-м году по-моему, состоялся вообще первый концерт Валерии Леонтьев, вот такой вот сольный, то есть до этого он все-таки вот отодвигали, так как он не совсем стандартный был человек для советской страны. В 80-м году он дал первый свой такой настоящий большой сольный концерт. И все бегут, бегут, это было чуть позже, но пел Крас Леонтьев. Ты не с мягиной пел что-то другое, это же похоже на такое. Он такой мордастенький, мучешку, смешной. Ну вот в целом, жили и не скучали. Нет, ну скучно не было, конечно. Хороший год был. Хороший год был, и насчет музыки тоже, ну все-таки, ну оптимизм, то есть когда понимаешь, вот везде вот эти хорошие, добрые антоновские песни, ну согласись, все-таки это было уже не совсем Вия, это уже не совсем было Вия, с ним играл же Аракс, группа прекрасная совершенно, звучание по-другому записанное. Я не говорю там о текстах, о чем-то еще не говорю, но просто звучание. Зато в следующем-то году какая волна хлынет. В общем, завершаем. Про Роэров расскажу в следующий раз. Нам завершать еще немножко рано, по-моему. Нам уже сигнализируют здесь. Да, пора уже. Все, закончили. Ну ладно. Спасибо, Жень. До встречи в следующий раз. Всегда, пожалуйста. Сам рад вспоминать. Интересное. Сделано в ветке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok